Чуть больше километра до остановки по бездорожью и вдоль промзоны. Путешествия не из приятных. Но именно в такой ситуации оказались дети, живущие на косе в микрорайоне Рыбак. Сейчас там проживают шесть школьников. Двое из них первоклашки. Зимой очень рано темнеет. Соответственно, утром очень поздно светло. Дети идут к восьми часам утра в школу, вечером возвращаются в семь-восемь часов, как правило, вечера. Естественно, родители, кто есть возможность встречать, но не у всех родителей такая возможность есть. Естественно, все волнуются. Родители переживают и жители переживают. Поэтому мы настаиваем, чтобы школьный автобус ходил до косы. Мост отремонтировали, дорогу загридировали. Но достаточно ли этого для запуска на косу школьного автобуса? Чтобы это решить, в Рыбаке прошла встреча с участием глав района и Славянки, руководителей управления образования, прокуратуры и ГИБДД. Чтобы согласовать школьный автобус, маршрут новый, необходимо, чтобы дорога соответствовала ГОСТам. ГОСТы подразумевают определенную ширину дорожного полотна. Плюс, если дорожное полотно идет вдоль водного объекта, наличие барьерного ограждения дорожного. Есть требования к разворотной площадке для автобуса, требования к остановочному пункту. ГОСТы соблюдать, конечно, нужно, но и обеспечить детям подвоз необходимо. Сейчас будут прорабатывать все варианты, как сделать так, чтобы уже в новом учебном году ребятам не пришлось преодолевать километр пути до ближайшей остановки. Будем маршрут отрабатывать, чтобы могли возить детишек, чтобы школьный автобус у вас заходил. Комиссия наши все усилия поддерживает. Будут даны требования по безопасности. Мы исполним и надеемся, что 1 сентября детишки уже поедут на школьном автобусе. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Саланте.